Здравствуйте друзья. Сегодня мы с вами разберемся с сенсорами платформы HistoryStats, которые позволяют ввести различную статистику о тех или иных объектах, о длительности их работы, количестве срабатываний, соотношении времени работы и простоя. Файл с показанным в уроке кодом вы сможете найти по ссылке в описании, его будет удобно использовать в качестве шаблона. Перед тем как начать, попрошу вас подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше и поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей. Также вы можете поддержать развитие моего канала, все ссылки вы найдете в описании. В своей системе Home Assistant я использую пакаджи, конструкцию позволяющую объединить в одном файле всю логику. Это очень удобно в том числе для демонстрации и использования в качестве шаблона. Начнем. Сенсор History Stats предназначен для сбора статистики, следовательно он должен быть привязан к какому-либо объекту в системе. Это может быть что угодно. Для демонстрации я создал логический выключатель Input Boolean Stop Patch. Этот объект должен быть внесен в список рекордер базы данных, иначе все накопленные данные будут исчезать после первой перезагрузки системы. По умолчанию все объекты пишутся в базу, в моем примере я указываю отдельно. Вот так выглядит конструкция сенсора History Stats. Она простая и логически понятна, но имеет довольно гибкие возможности к настройке, про которые я вам сейчас и расскажу. Как я уже сказал, этот объект относится к домену сенсоров, поэтому и прописывается внутри него. Далее объявляется платформа и название для объекта, которое вы придумываете сами. Сенсор будет следить за определенным статусом конкретного объекта. В данном случае, созданный мной логический выключатель в состоянии включено. Если вам надо отслеживать несколько статусов, под каждый нужно создавать свой отдельный History Stats. Тип сенсора, их существует три, начнем с самого распространенного время. Про остальные я расскажу чуть далее в этом видео. Период отслеживания. Временной интервал, за который и осуществляется сбор статистики. Существует три параметра, но в одном сенсоре может быть применено только два. Здесь это параметры Start и End. Есть еще параметры длительность. И подробный разбор логики работы мы начнем именно с периода. Наиболее часто тут будет встречаться этот параметр Now. Либо в таком чистом виде, либо с различными преобразованиями. И запомним еще один важный момент. Обновление происходит в начале каждой минуты. В переводе с языка шаблонов на человеческий, он возвращает значение текущей даты и времени. А эта, тоже часто встречающаяся конструкция, применяется для указания необходимой метки времени. В данном случае значения часов, минуты и секунд заменяются на ноль. И посмотрев в редакторе шаблонов, мы видим, что она возвращает время начала текущих суток. Дата остается, а часы, минуты и секунды нули. То есть этот сенсор собирает статистику в течение текущих суток, начиная с нуля часов, заканчивая текущим временем. Как только наступит 0 часов новых суток, данные обновятся. А раз мы можем подставлять нули, то другие цифры ничем не хуже. Вот например шаблон для того, чтобы задать 6 часов 30 минут утра. И сенсор, который собирает статистику с 6.30 по 10.15 утра. А вот пример использования с параметром длительность. Тут он заменил собой старт. Сбор статистики этого сенсора завершается в момент начала текущих суток, параметр end, и имеет длительность 24 часа. То есть в этом примере сбор данных за прошлые сутки. Еще один пример, тут статистика будет собираться за три последних дня. Но следует помнить, что интервал больше чем период хранения в базе данных не будет иметь смысла. Если в базе данные охранятся неделю, то HistoryStats не сможет выдать данные за год. Допускается и такой формат оввода данных для параметра длительность. В первом случае статистика собирается за три последних часа, во втором за полторы минуты. Также интервал времени поддерживает формат TimeStamp. Это время в формате Unix, которое показывает количество секунд, прошедших с начала 1 января 1970 года. Такой формат применяется для удобства проведения математических операций. К примеру, отняв от текущего значения 600, получим время минус 10 минут от текущего. А отняв 86400 столько секунд в сутках, получим время аналогичное текущему, но в прошлых сутках. Можно создавать еще более хитрая конструкция, например при помощи цифрового значения текущего дня недели. Каждый день недели имеет свой номер, начиная с нуля это понедельник, и заканчивая с шести. Это воскресенье. Сегодня пятница, поэтому четыре. А вот так можно применить это значение. В данном примере, в шаблоне начала интервала, мы от начала текущих суток отнимаем произведение номера дня недели и количество секунд в сутках. Сегодня пятница, четвертый день. И отняв от момента начала дня длительность четырех суток, мы получим значение времени, соответствующее началу понедельника текущей недели. Такой шаблон является динамическим. В понедельник день 0, от метки начала суток ничего не отнимается. Во вторник отнимается 86400, то есть выходим на ту же самую метку начала понедельника. В среду 86400 умножается на 2, получая тот же результат и так далее до следующего понедельника. А этот вариант начинает отчет с нуля, то есть с того самого 1 января 1970 года, проще говоря за весь период хранения данных в базе. Осталось поговорить о типах статистики. Наиболее часто применяемый это время, то есть сколько времени за отслеживаемый интервал объект находился в указанном статусе. Например сколько горел свет, сколько работал телевизор, сколько времени было открыто окно и так далее. Следующий тип соотношения, это параметр отображаемых в процентах. Сколько времени устройство находилось в отслеживаемом статусе относительно остального времени, в котором оно имело другой статус. И третий тип также интересный, это счетчик. То есть сколько раз за указанный период устройство переходило в отслеживаемый статус. Кстати, можно применять и для телеметрии, например считать сколько раз объект переходил в статус недоступно. Для закрепления материала посмотрим примеры, как будут выглядеть такие сенсоры. Чтобы было нагляднее, я сделал два почти одинаковых сенсоро-статистики. Оба отслеживают состояние виртуального выключателя за текущие сутки. Только один состояние включено, а второй выключено. По состоянию на 9.54 утра, выключатель находился в включенном состоянии в 8 часов 15 минут и в выключенном почти 1 час 54 минуты. Помним, что обновление происходит раз в минуту, поэтому секунды могут немного плавать в этом пределе. В этом примере применена аналогичная конструкция, однако изменен тип сенсора соотношения. Все остальные параметры полностью идентичны прошлому примеру. Тут у нас совпало до десятых долей процента, 82.9% включено и 17.1% выключено. Так как возможное расхождение в интервале одной минуты, до почти 10 прошедших часов крайне незначительно. И последний пример сенсоры третьего вида. Тут тоже все оставлено без изменений, кроме типа счетчики. Один считает включение, второй выключение. В течение этих суток я 6 раз включал и соответственно 5 раз выключал этот переключатель. Этому типу сенсора, тоже можно найти и самое широкое применение в автоматизациях. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписались на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. Если вам нравится то, что я делаю и вы хотите новое видео посвященное умному дому, поддержите мой канал став его спонсором. Кроме этого, есть и другие способы разовой периодической материальной помощи, ссылку вы найдете в описании. Также я веду и телеграм-канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройства умного дома. Буду рад, если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства, показанные в обзоре на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok